Я Кореная Сухомчанка. Я инвалид второй группы, вдова участника нашей войны в Абхазии. В данный момент у меня вопрос о отъем жилья. У меня отнимают жилье сестра президента Аслана Георгиевича Бжания. Я хочу лично обратиться к нашему президенту. У вас есть сестра Жанния Света, которая проживает по адресу улица Басария, 48. Она моя соседка. Она знала моего мужа. И ее муж знал. Все знали моего мужа, который воевал. В данный момент муж у меня умер в седьмом году. Она хочет отнять у меня гараж, квартиру. Мошенническим образом приходит в квартиру, когда меня нету. Заставляет мою мать, которой за 90 лет, подписывать какие-то документы. Мать мне сказала, что приходила Света. Я ей подписала что-то там, по-моему, на гараж. Вы знаете, уважаемые, людям, когда за 90 лет, слава богу, живая, ходит, себе что-то приготовить, покушать, радуется жизни. Но порой человек бывает не в адеквате. Это и так понятно. Она не может вспомнить порой, что было вчера. Что она ей подписала, что она ссувала ей там на подпись. Я не видела. Когда я узнала об этом, я обратилась к Свете непосредственно. Я ее спрашиваю, Света, твой очередной приход с какой целью был? Что ты давала матери подписывать? Ой, Алла, мы же там купили у вас гараж. Мама подписала. Я говорю, когда-то вы у нас купили гараж. Я говорю, мой брат, если был бы живой, в жизни гараж не продал. И отец. И я гаражом пользуюсь. Я говорю, я не даю ни то, что согласия, я ничего не продаю. Ни квартиру, ни гараж. Сколько бы ты ни хотела, ни просила. Зачем ты наглым образом приходишь, терроризируешь мою мать? Женщина хочет спокойно жить. Она мне ответила, слушай, говорит, у тебя есть квартира, говорит, в новом районе. Иди там живи. Я говорю, дорогая моя, у тебя столько квартир. У тебя дом на Чамбо. У тебя участок в Аджубжах. У тебя дом в Экшерах, в Афоне. Это то, что я знаю. Я же не претендую на твою жилплощадь. Правильно? Почему ты, соседка, которая жила рядом со мной 20 лет, приходила ко мне кофе выпить, оставляла дочку, а Станду с моей Лерой днем и ночью у нас находилась. Почему ты сейчас поступаешь таким бессовестным образом? Не то, что мы заслужили, я зря с тобой вообще общалась. Я перед тобой сейчас закрыла двери. Я не хочу тебя знать. В данный момент я обращаюсь к твоему брату, к нашему президенту. Уважаемый Аслан Георгиевич, оградите меня от посягательств вашей сестры, от ее неправомерных действий, чтобы она не касалась моего родительского имущества. Я не пошла, не заняла чье-то имущество. Я жила. После войны мужа выхаживала инвалида. Сама на границе оставила свое здоровье. В данный момент приедет летом моя дочь. С ребенком, с мужем, все на машине приезжают. Я почему не имею права иметь гараж свой, который у нас уже 50 лет, наверное? Почему я должна дарить? Причем моя мать безвозмездно что-то ей там подписала. Обратите внимание, чтобы я не обращалась в какие-то другие инстанции. Наш суд, абхазский суд, это бесполезная трата времени. А тем более, сейчас суд находится под вашим руководством. Если себе такое позволяет ваша родная сестра Света, она что, возомнила из себя Раису Горбачеву, которая мне указывает, где мне жить, как мне себя вести, что я в ее присутствии должна чуть ли не кланяться и подпрыгивать. Это что такое? Приведите ее в порядок. К русскоязычному населению, проживающему в Сухуми, непосредственно, я знаю очень много людей в городе Сухуми. Меня очень многие знают. Я прожила здесь всю жизнь. Относится точно так же. Вы часто ездите в Москву, общаетесь с нашим президентом. Интересно, если он узнает об этом непосредственно, до него дойдет, как он себя поведет. Я обращаюсь ко всем, кто меня слышит, кто меня увидит. Передайте, пожалуйста, Владимиру Владимировичу Путину. Вот такое беззаконие творится в Абхазии. Я инвалид. Муж мой умер, участник войны. Беззаконие на каждом шагу. Помогите что-то сделать. Если нынешний президент не примет меры, я не буду ручаться ни за какие дальнейшие действия. Приедет моя дочь, будем поступать по мере, как говорится, накопленных действий. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.